Я знаю, ты хочешь сжать больше всех на районе, штангу в 200 кило, уже сжимает ладони, ты собираешь все силы, ты концентрируешь волю, напрягаешься жилы, и ты не чувствуешь боли. У многих, кто начинал тренироваться с 2010-х, пошли мурашки, когда они услышали этот трек и увидели то, что отчасти замотивировало их заниматься в зале. Вадим Дочи Иванов когда-то был первопроходцем в публичном освещении тренировок с использованием стероидов. Сегодня я погружу нас в ностальгию. Мы вспомним те ламповые видосы, которые снимал Вадим на трясущуюся камеру. Вспомним время, когда все было по-другому. Мы вспомним легенду отечественного фитнес-блогинга и индустрии. Прошло очень много лет. Будто вчера Вадим был обычной кочкой, который на велосипеде отвозил посылки по почте в своем маленьком городе. Сегодня этот человек владелец бизнеса с миллиардными оборотами, чью одежду носят по всему миру, и самые известные звезды наподобие Владислава Галаган. Но все ли ему досталось так легко? Давайте узнаем, кем был Вадим Иванов под псевдонимом Доча, как прошел его путь и куда он пропал. Перед началом рекомендую свой проект по заработку в интернете, который существует уже шестой год. Работает каждый день. Вот такие отзывы я получаю от своих клиентов. Кто знает, может быть уже в следующем ролике, но ты захочешь поделиться своими результатами в моем видеоматериале. Самое важное, что у меня нет менеджеров первичной обработки. От и до общения с клиентом, в том числе ведение обучения и сопровождение до конечного результата, проводится только мною. Голосовые, а то и видеосообщения, инструкции, все это вы будете получать 24 на 7. Кто докажет, что в моем проекте невозможно заработать большие деньги, готов выплатить полмиллиона рублей. Все ссылки на мой проект по заработку в интернете будут в первом сгрепленном комментарии под видеороликом. Советую поспешить, потому что через неделю доступ закроется навсегда, потому что я не резиновый, людей становится больше, а меня больше не становится. Вадим Евгеньевич Иванов родился 19 октября в 1988 году. Парнишка был обычным школьником, жил вместе с родителями в криминальном городе. Родители работали на заводе, получая в сумме 30 тысяч. Вадим Иванов с детства увлекался спортом. Первым видом спорта стал футбол, которому посвятил около двух лет. Затем хоккей 1 год, 4 года брейкданс, получив КМС и борьба. В старшей школе была девушка, которая очень нравилась Вадиму. Она постоянно била ему в пресс. Именно это сподвигло его начать ходить в спортзал. Занимался дома, собирая рабочие веса для тренировок из подручных средств. Цитирую. «Ночил я в 15 лет с бутылок от пива, туда наливал воду и начал наяривать бицуху». Затем родители подарили штангу. Тогда Вадим занимался почти каждый день по 3 часа. По неопытности, без соблюдения адекватной диеты и режима. По российской классике, чтобы откосить от армии и выполнить установки родителей, Вадим поступает после школы в университет на химика. В это время он уже активно качался. Жизнь шла монотонно. Так называемый «доча» ехал до университета 2 часа и столько же обратно. Учеба ему не нравилась. Друзей в университете не было. В то же время Вадим начинает употреблять стероиды и устраивается на работу тренером в спортзал. За одну тренировку ему платили 100 рублей. Тогда «доча» определил для себя, что если станет зарабатывать больше родителей, то бросит университет. Ему приходит на ум создать сайт, где он будет выкладывать блог о своей жизни. Проект «доча.ком» был запущен 30 сентября 2010 года. На сегодняшний день проданный Вадимом «доча.ком» представляет собой крупнейший в России бодибилдинг сайт с ежедневной посещаемостью до 25 тысяч человек. Название сайта произошло от игрового ника «Дочурка» в игре «Lineage 2», сокращенно «Доча». Цитирую. «Начал с блога о своей жизни, потом написал пару статей спортивных, потом снял пару видео и переводов смешных». Одно из таких видео с переводом сейчас перед вами. На завтрак я ебашу омлет из Торонобола и Наполона. Кроме того, я закапываю эфир тестостерона в глаз, нос и уши. Вот он, кстати, в бутылке. А это, кстати, горчичник из Донобола. Я размачиваю в горячей воде и ебашу на спину. Очень удобно. А, затем я кипячу свои яички в провероновом бульоне, втираю экстракт с установа в кожу и иду на очередную операцию по пересадке печени. Ну, а вы хули думали? 11 часов. Пришло время вновь заморить червячка. Я уже воткнул себе в очко кламидовые свечи. Так, что тут у нас? Ммм, моя старая печень, пропитанная лучшими эстероидными маслами. А что ж, сегодня я тонирую руки, грудь и очкоцов. Перед тренировкой я ебану себе деку в левую и правую булку. Закину под язык гранулированный гормон роста и под капельницу отправлюсь в мир тренировок возглавлять химическую промышленность США. Видео, видео, видео подготовлено сайтом doncha.com. Лучик надежды для дистрофиков. Совместно с пацанским форумом doncha.ru Создав три статьи, Вадим понимает, что больше писать не может, ведь вся его жизнь – дом, учеба, спортзалы, так по кругу. Через какое-то время котлет вновь возвращается к написанию статей и появляются первые посетители на сайте. Цель проекта звучит так, цитирую. Деятельность дочи направлена на популяризацию спортивной экспансии, впоследствии несущие разрушения в ряды наркоманов, алкоголиков, никотиновых потребителей и прочие хуеты, сопровождающие жизнь слабых личностей. Цель – выздоровление нации посредством формирования неявной элиты, в основу которой должны лечь черты, присущие сильной личности, такие как крепкий характер, стальной стержень, неумолимость, осознанность и, как следствие, здоровый образ жизни, не лишенный интеллектуального развития. Дочи ком против употребления анаболических препаратов в любительских целях. Только желание быть лучшим в том или ином спорте с целью построения спортивной карьеры может оправдать употребление стероидов. Их употребление должно сопровождаться запредельными знаниями в области биологии и медицины. Человек, употребляющий стероиды, должен находиться под постоянным наблюдением врачей. В какой-то момент количество читателей достигает 5000 в сутки. Но дохода сайта Вадим не получает, и приходит идея, что можно написать предпринимателям с предложением о размещении рекламных баннеров на сайте. В тот момент будущий миллиардер не знает расценок и предлагает 3000 рублей, получая положительный ответ. Это и было началом большого пути. Вадим радуется, что зарабатывает на своем сайте больше своих родителей. Но понимает, что доход не постоянный, и ему надо расширяться. Собираешь на тренировочку. Вот замешал Амина-Х в бабские шеи. Делай это я вот так вот. Задираю ляжку. Хуякс. Одновременно с этим Вадим снимает успешные блоги о своих тренировках и курсах стероидов. Под каждый курс выделялась серия роликов, снимая раз в неделю промежуточные результаты и делясь впечатлениями. 11 сантиметров. Таких курсов было много. В то время его подход считался довольно продвинутым. Это сейчас многие уже понимают, что делать на первый курс три препарата с такой большой совокупной дозировкой тестостерона его производных неправильно. В конечном итоге максимальная форма с точки зрения бодибилдинга была при весе 107 килограммов, и она сейчас перед вами. Рост атлета, напомню, 175 сантиметров. Что делать? Пукнуть хоть. Можем ли мы сказать, что, допустим, качалка и режим, они дают такую некую дисциплину, мотивацию и жесткий такой роботизированный подход к потенциальному бизнесу или своему делу, ну и, соответственно, к процессам, которые к этому привязаны. Блядь, ну, 100% лучше заниматься, чем не заниматься. Если ты занимаешься, ты в любом случае сдвинулся в шаг роста, я не знаю, развития, ты в любом случае становишься лучше, пока ты тренируешься, естественно, более тренируется. Дисциплина – это самый определяющий фактор в жизни, когда ты можешь себя заставить что-то делать сейчас, делать сейчас себя плохо, отказаться от хорошего сейчас ради долгосрочных целей. Такие люди и добиваются больших результатов. В принципе, бодибилдинг это и есть. Ты себе раз, по-моему, в месяц, по-моему, что-то приходишь, блядь, а у меня всего полкилограмма прибавить. И ты вот ради какой-то долгосрочной мечты, поэтому мне это 100% плюс. Единственное, когда подключаются стероиды, есть такая фраза, я это видел. Если ты долбоеб, то с астероидом ты будешь супердолбоедом. Вот здесь то же самое. Единственное, какой-то минус у качалки, как бы я вижу, что люди иногда зазнаются и начинаются с кучей-то слишком охуенными и пиздатами. Сами на себя дрочат, да, в зеркало. Ну да. Да, да. По бизнесу он активно начал двигаться в 2013 году, одновременно с запуском магазина в родном городе. Благодаря сайту и ютуб-каналу поставщик сам выходит на блогера и предлагает сбывать ему товар. Вадим рассказывает, что в один из моментов вся его квартира была заставлена банками протеинов и прочего спортпита. Именно тогда появились рассказы, как он отвозил посылки в Бердске на своем велосипеде, бороздя просторы родных улиц, полных ностальгии. А выручка с продаж достигала 200 тысяч рублей, но не все так чисто. Оказалось, что поставщик воровал деньги с американских карт и заказывал на Вадима товар. То есть доча являлся звеном преступной цепочки, при этом сам об этом ничего не знал. Но никакого наказания он за это не понес. Вадим понимает, что оставаться в Бердске нельзя, так как перспектив нету. Он принимает решение переехать в Питер. Там его тепло встретил будущий коллега по бизнесу. Атлет принимает решение остаться в Питере. К Бердску добавился второй магазин в Питере. Все они были объединены в сеть Доча Маркет, которая активно развивалась. Если в начале 2015 года в ее состав входило лишь 4 розничных магазина, то уже к ноябрю 2015 года их насчитывалось более 20. В конце 2105 года появился первый магазин, расположенный за пределами России, в белорусской столице. По словам предпринимателя, в лучшие годы сеть насчитывала 70 точек по всей стране. Все эти годы параллельно бизнесу Вадим развивал медийную составляющую за счет разных локальных звезд и проектов. Например, в команде у него был тот, кто озвучивал переводы зарубежных фитнес-звезд. Таких как Йоу Эллиот или Братьев Ходж. Дорог, друг! Че хочешь набрать? Устал, выгляди как маленькая шлюшка! Да? Иди-ка ты нахуй! Для многих из вас лето время отдыха. Это значит вы будете на каникулах, отдых от зала. Может вы будете в отпуске. И скорее всего у вас не будет желания тренироваться, так как вы тренируетесь обычно. Заставляйте ваше тело двигаться до дня вашей смерти. Отдых это хорошая идея, когда вы тренируетесь. Но все же, всегда давайте вашему телу нагрузку. Забавное было время. Желанная многими бикинистка Мария Скирия, которая сейчас изменилась до неузнаваемости. Был и Васип из угарной качалки, и Валерон Тесостерон. Много кто был. Все занимались взаимопиаром, и это все было очень лампово. 12 лет назад была легендарная заруба в жиме со Спас Кукотским, Денисом Мининым на брусьях, и другие локальные состязания с блогерами. Многие, мягко говоря, превратились в хрен пойми во что, а на некоторых без ужаса не взглянешь. Васип или иные персонажи, если вы еще хотите про кого-то видеть подобный материал, напишите об этом в комментариях. Вадим обрастал мощной командой талантливых людей. Один из которых – добряк, делавший мультики. Давайте посмотрим нарезку лучших моментов с оригинальным звуком. Мы приглашаем новобранцев вступить в наши ряды. Ты урод конченый. Ты конченый урод. Иди выпияду весь об стену. Не то дига? Не то дига. Ну, лучше всегда ешь мясо. Мясо – это хорошо. Объявляется полная боеготовность. Вы слышали, мудачины? Полная боеготовность. Как нам победить в этой войне? И пашек надо каждый день в зале. И в столовой. И родину любить. И семью. И друзей не придавать. Короче, знаешь, он родился, и ему фортануло. А потом он просто ород, он открывал, кидая. И вот он вырос, нахуй. Халява. Его обувь в подвал, нахуй. Девяностые, ебаный урод. И он кусок хлеба кинуть ему, блядь, с водой, ебаный. Паскально качается, блядь. И три метана дам ему, нахуй, свободен, ебаный. Слышь, обезьяна, ебаная. Сейчас ты там с ноги, блядь, ты оботрешься. А еще, там я встретил свою любовь. А ты только издевался надо мной. И сейчас я положу этому конец. И вновь растеклись протеиновые реки и анаболические озера. И все методики стали бесплатны. Но это уже совсем другая история. Доча делил бизнес с партнером, спортсменом и инвестором Александром Старущуком. Но позже вышел из общего дела. Ты можешь про инвесторе сказать, что ты главный, Вадим? Я тут главный. Значит, смотрите, если вы в обид... В 2018 году второй гражданин сконцентрировал у себя 100% в компании «Франчайзинг Доча». Пока Вадим развивал этот проект, он познал свои главные слабости, чрезмерное доверие к партнеру и нежелание вникать в юридическую документацию. Это в будущем сыграло с ним злую шутку. Вообще, в рот ебал я эти партнерства. Все, что я делал в жизни один, у меня все было всегда заебись. Просто перло. Когда кто-то появлялся, проебал одну компанию, да, большую, свою предыдущую. Сейчас чуть вторую не проебал. Да, Никита? Да. Может быть, он был тем на тот момент, а потом уже не тот. Люди меняются. У меня столько ситуаций всяких. Знаю, например, люди охуенно вначале ебашили, а потом в какую-то, блядь, те, кто попали, начали общаться с Богом. С Солнцем что-то рассказывают, что больше трех часов в день нельзя работать. И все, и схуевился партнер. И с бабой какой-нибудь появился, на наркотики подсел, забухал, стресс. Вот что угодно, зачем вам это? Да, Никита? Да. Я вот успешность, наверное, процентов 10 только знаю. Ну, кстати, напишите, есть у вас успешные... Нету, ни-ху-я. Вот просто ни-ху-я. Вот реально, ваш опыт напишите там, сколько распробовали, сколько успешно, сколько неуспешно. Если неуспешно, то из-за чего, какая была проблема. Там просто, как правило, начинается, бля, да ты хуевый, а я пиздато, я делаю много. Ну, как в отношениях любых, даже вот с женой, да. Ты там, типа, мне не уделяешь внимания, там, а ты уделяешь, а ты меня меньше обнимаешь, а ты не моешь посуду. Здесь, примерно, та же самая хуйня начинается. Хватит ибать мозги! Хватит ибать мозги! Одновременно Вадим и про тренировки не забывал. Получил звание КМС по пауэрлифтингу и мастера спорта по жиму лежа. В дальнейших планах Вадима было взять КМС по тяжелой атлетике, мастера по пауэрлифтингу и мастера международного класса по жиму лежа в 2014 году с допинг-контролем. Даже были попытки начать тренировки по толканию ядра, чтобы дойти до какого-нибудь звания. В 2015 году жена так называемого дочи предлагает идею шить лосины. Но в чем особенность? Все лосины на рынке ей не нравились. Они не подчеркивали женскую фигуру. Вадиму нравится данная идея, и он принимает решение об открытии своего цеха. На тот момент он уже наполучал шишек в бизнесе и был достаточно грамотен в ведении дел. Жена Анна Арсеньева в социальных сетях под псевдонимом Анжелика Иванова участвует в продвижении одежды, выступая в роли моделей по сей день. Так и возник магазин женской одежды для фитнеса Бонна Файт. Он начался с единственной пары лосин, которые не плющат попу, а наоборот обладают пушап-эффектом, сшит их специально для его жены. Цитирую. Она выложила в них фотку, ей начали писать. Накопилось 20 человек, которые срочно захотели такие же лосины. Мы сходили в тот же цех и сделали. Потом пошла сарафанка. Стартап вырос в три розничных магазина с собственным производством. Магазины были в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Примерно тогда Вадим женился, а именно в октябре 2016 года. Анна родила ему сына в сентябре того же года. Когда цех открылся, продажи пошли, и бизнес стал успешным. В один момент Доча захотел взять себе в долю молодого и перспективного человека, который впоследствии чуть не обанкротил его и не сделал бомжом путем рейдерского захвата. Сначала он подделал став. Это уже доказано и в арбитраже, и в уголовной плоскости. Потом он стырил товарный знак за 500 тысяч рублей. Дальше он прислал компании и дилерам на 45 миллионов претензий. Деньги давайте бумажные. Украл за 500, цена, который стоит 45 миллионов, и еще где-то на столько же он прислал претензий. И более того, когда этот товарный знак украли, они начали под ним выпускать свою продукцию, наши лекалы, все это тоже стырили, своровали, и начали вымещать нас из рынка, да, своей продукции полностью скопированной. Эта история длилась многие годы и имеет множество перипетий, о которых вы можете ознакомиться сами в интернете. Но это не все, что одновременно делал Вадим в те годы. 1 июня 2015 года в Приморском районе Санкт-Петербурга открылся тренажерный зал «Дочес Джим». В конце 2015 года Вадим объявил об освоении нового сегмента рынка в сфере боевых искусств. Первая попытка была вызвать на бой Сергея Бадюка, однако ответа не последовало. Затем в качестве противника рассматривался Дмитрий Коломойцев, однако вариант не был принят из-за низкой репутации кандидата и его значительно большей весовой категории. И уже в 2016-м начал активно рекламироваться бой с Александром Тихомировым, популяризатором экзогенного тесостерона, который получил негативную известность благодаря многочисленным видео с зачитыванием статей со Спортсвики и по актуальным данным в интернете киданием людей на деньги, которым он занимается более 10 лет. В качестве ведущего «Доча» арендовал Михаила Кокляева. У Вадима была огромная медиаподдержка и партнеры по тренировкам, включая Артема Тарасова, который в то время держал сеть ММА-клубов «Файт Про». Там и происходили тренировки Вадима. 8 сентября 2016 года бой состоялся. Победил Вадим Иванов техническим нокаутом в первом раунде, переведя бой в низкий партер. Основной профит боя, как полагалось, заключался в пиаре и рекламе. Вадим также говорил, что бой должен был побороть детские страхи, которые развились в результате его запугивания борцами в юношестве. 3 февраля 2016 года паблик ВКонтакте «Доча.ком. Второе дыхание» был заблокирован до 10 февраля. По информации Сергея Миронова, причиной блокировки послужило использование программы, которая автоматически копировала и публиковала наиболее популярные материалы из других групп. То есть происходили автограббинг и автопостинг. А 24 марта того же года домен «Доча.ком» был заблокирован регистратором до 30 марта. Вероятно, из-за рекламы магазинов по приобретению стероидов и других веществ. До апреля 2015 года Вадим активно рекламировал и продавал отечественный бренд спортивного питания «Пьюр Протеин». По открытым данным, торговая надбавка составляла 70-80% от оптовой цены. Но в 2015-м представители «Пьюр Протеина» перестала устраивать политика блогера, который продавал их товар по слишком низкой цене, занимаясь демпингом. И в апреле контракт был расторгнут. После этого на ресурсах Вадима и его нового союзника Бориса Цацулина стала систематически публиковаться критика в отношении «Пьюр Протеин». Компания, в свою очередь, начала открыто дискредитировать Вадима Иванова и Бориса Цацулина. В ноябре всплыла информация о судимости Вадима. Многие его стали обвинять в лицемерии и нечестности. А именно, появилась информация, что 20 июля 2012 года Вадим Иванов был судим по статье 234, часть 3 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, приговорен к двум годам лишения свободы». Однако, на основании отсутствия судимости и признания вины в полном объеме, наказание посчитали условным, с испытательным сроком в один год. «Я думаю, многие помнят мои разоблачения на Вадима Иванова». Ролики были весьма агрессивными, но основная претензия была по части желания Вадима не совсем честным путем выбить конкурента с рынка спортивного питания. Для этого использовались мутные анализы, а для подкрепления доверия был использован авторитетный в то время Борис Цацулин. Помимо конфликта с Pure Protein, рост критики объяснялся увольнением нескольких модераторов, так называемых Blind Walker, Victoria Ten и Rambo. По непроверенным данным изнанки фитнеса, линейка одежды Ditch и Bonafide, которые позиционировались как уникальные в плане дизайна, оказались копией с китайских сайтов с накруткой цены. Однако оригинальность дизайна, пустота ниши, собственные цеха производства, умеренная итоговая стоимость сделали линейки весьма успешными по продажам. За Вадимом закрепились прозвища «Мистер 49%», «Все для пацанов» и «Барыга». В то время его в медиа полоскали многие, даже не магия. Но после выхода первой части их разоблачения, ими было заявлено, цитирую, «Не будет второй части про дочу, потому что 2 миллиона на дороге не валяются». Вадим был вынужден сделать выбор. Либо он трушный пацан, но без крупных финансовых оборотов, либо он чистый предприниматель с прагматичным мышлением, без какой-либо жалости. И в то же время, с 15-го года у меня растет бешеным темпом Бунафай. Он приносит реально деньги, хобби какой-то. И такой ушел и прям кайфанул. И уже потом спустя месяц-два я узнал, что доча-то, оказывается, была прибыльной. Были планы, я думаю, что это что-то будет прям. И площадки, там будут и залы, и все, все, все. То есть это вообще вся культура будет, всех видов спортов там. И всякие вот эти соревнования организовывают, вот Кубок Титанов, да, блин, было интересно, прикольно, куда он пропал. Нужно бабки. Вот такие темы организовывать, причем как бы в минус. Потому что я на другом зарабатываю, да, культинируя там, ну, свой спорпидокс или еще что-то. И эти деньги вкладывают на такие вот проекты прикольные. Ну, например, кстати, у нас было очень много всяких таких фестивалей по Питеру, 2-3 штуки, которые нам тоже в минус выходили, когда мы просто арендовывали, всех звали, там были звезды, разыгрывать, ахуйню. Ну, то есть вот такое хотелось. Ну, я не такое, что там, деньги-то меня все равно начали портить. Нужно было как-то это вот. Сейчас бы я, конечно, все иначе сделал. Слушай, ну, все равно как-то, знаешь, заметно, например, вот есть актер, да, который собирает миллионы просмотров, а есть продюсер, который умеет это монетизировать. Ну, сам он просмотров собирать не будет. И то же самое вот в твоей деятельности. То есть ты, как бы, ну, за пацанов когда, да, да, интересно, да, душевно. Но с таким, с таким нарративом, ну, с такой настройкой в себе, наверное, заработать не получается. То есть ты вынужден как-то лавировать, и не там, не там, как бы суперрезультата нет. Либо что-то определенное выбрать. Есть же такое, да? Ну, в целом, да, одно портит другое. Деньги портят вот эту вот искренность и какую-то наивность. Возможно, в идеале должно быть два человека. Один чисто комикс, другой толкает всю эту секту. Впоследствии все, что связано с дочеком, Вадим успешно распродает. И концентрирует свои силы на бонафайт. Ты его продал, потому что, наверное, в сравнении, там, типа, с бонафайдом, там не было такого экспоненциального роста потенциального, да? Смотри, у меня до 2018 года был проект дочеком. В 2015 у меня появился бонафайт. Ну, то есть, у меня, получается, три года пересечения, когда я занимался и тем, и тем. Бонафайт было такой тоже случайностью, просто что-то поперло, ну, как хобби. А почему я ушел из дочи? Здесь две причины. Первая – это хитеры. Потому что, если бы я был реально, как бы, комиксом, к ним относился бы просто как к ресурсу, да? Вот, наверное, какой я сейчас стал все-таки реально испортился, может быть, как человек. А тогда для меня это все было по-настоящему. То есть, я начал в 2010 году, я делал там все это бесплатно. То есть, тогда еще делали, ну, все эти паблики создавали просто так, по фану. Это потом уже, там, в годы с 13-14, я помню, что можно на рекламу какую-то, можно что-то зарабатывать, можно что-то делать. А я просто создал и писал, и писал, и делал. То есть, реально, мне нравилась цель, что мужики должны накачаться, что мне пиздатые, нация должна быть здоровой. И это меня долго мотивировало, и поэтому какой-то был, типа, такой хорошенький. И меня это задевало внутри. Потому что я для себя до какого-то времени действительно был уверен, что, блин, нужно сдавить нацию, там, портреин сделать подешевле. И все в таком духе. Поэтому хейт меня задевал. Сейчас, понятно, я не знаю, как с ним работать, я знаю, как хейт обратить в свою пользу. И тогда я фокус, да, уходил. Вместо того, чтобы ориентироваться на тех, кто, блядь, позитивный и классный, и со мной, я заходил на это ебучий ГКНМ или еще там куда-то и спорил, изматывал сувенировать. Это первое. А второе, проект не приносил денег. Ведь не приносил, но не мне. Классика жанра, да, у тебя. Проект, который был первый и по всем фронтам, он как и по обороту спортбит, и как франшиза, и как медик, он был самый сильный. Почему ты не приносил денег? Как таковых. То есть ты работаешь, растешь, по-моему, ты такой, блядь, нули, нули, нули. И помножен на хейт, типа пизду. Я прям вот просто именно отдал. Вот там за гроши что-то один, два, три миллиона франшизу пропал, взял, и мы распродали в плане там оборудования. Их три дешевле. Магазины распродали тоже, лишь бы как-то. Вот. А франшиза свои 50-49, да, процентов. Мем, мем, да? Да, да. Продал за 2 миллиона. Ютуб продал за 5 миллионов. Сайт за 5 миллионов. И продал паблик тоже за 5 миллионов. По сути, получается, всю свою медийку, я эту как-то монетизировал. И то лишь бы как бы. Возможно, это должно дороже стоить, по факту. Во время подготовки к соревнованиям 15 октября 2014 года у Вадима Иванова возникли симптомы простудного заболевания. Увеличились лимфатические узлы. Для лечения был применен преднизолон, противовоспалительный препарат из группы глюкокортикостероидов, после чего состояние резко ухудшилось и потребовалось госпитализация в реанимационные отделения на 8 дней. Препараты из группы глюкокортикостероидов способны подавлять иммунитет, вследствие чего некоторые вирусные инфекции принимают бурный характер течения и генерализуются, вызывая рабдомиолиз – разрушение мышц и гемолиз – разрушение эритроцитов. Но это не самая большая беда по здоровью у Вадима за его жизнь. Мог бы ты отдать совет молодым, которые хотят курсануть в 15-18 лет? Мне очень много таких пишут. Я просто думаю, что ты четко скажешь. Ну, вы, конечно, в 15-17 лет думаете, что вы бессмертные. Я тоже так думал. Солидарен, да? Да, в 30 плюс уже все начинает меняться. И все говорят. Все люди прям, даже кто здоровый, кто хуйни не делал в детстве, все начинают, блин, здоровье первое. Самое главное – здоровье. Стероиды в любом случае мешают остал организму. Они никаких плюсов не дадут. 40 плюс, 50 плюс – гормонозавлиняющая терапия. Пожалуйста, это да, в плюс прям. Старички ходят, блядь, у меня новая жизнь началась. Но в 15-18 лет, хуйня, у тебя и так ты стерон до хера. Ну, ты покачайся сначала. Просто стероиды и спорт – это вот просто ты должен себе сказать. Так, все, я нашел свое искусство, я хочу вот этим. Мне пришло заниматься, я там тяжелоатлет, я еще кто-то. Мне позволяет генетика, у меня хороший тренер. Я, пожалуй, рискну свое здоровье для того, чтобы достигнуть больших результатов и кем-то стать. Потому что по итогу, ну, лучше прийти к итоговой цели, что, ладно, ты поломанный, а спортсмены всегда будут поломаны. Это высокие результаты, это всегда работа не сможет. Ну, у тебя хотя бы будут деньги. И какая-то там известность, слава. Ну, то есть ты как-то немножко реализуешься. А не так вот, разъебанный, поломанный в 35, там, где ничего не достиг, жены нету, не поработал, ничего, и еще на здоровье тоже 1030 месяц надо сбаливать. Просто надо себе вот сказать, да, я хочу результат, я хочу достигнуть, пожалуйста. А так вообще ни о чем. Накачаешься, сдуваешься, накачаешься, сдуваешься. Астероиды – это хорошо, это классная тема. Вовсе не наркоманская. От них нет никакой зависимости. Все, кто говорит, что от них есть зависимость, неправда. Вот, и вообще, и вреда у них тоже никакого нету. На них только растешь, и становишься круче. Единственное, когда подключаются стероиды, так есть такая фраза, я видел, если ты долбаем, то со стероидом ты будешь супер долбаемом. Что, скажешь что-нибудь в камеру? Ну, я лох ебаный, конечно. Как скажут в интернете в 2015-е годы, из-за постоянных нервов и неправильного употребления стимулирующих к росту мышц препаратов у Вадима происходит инфаркт. К слову, на тот момент ему было всего 28 лет. Это просто ужасно. Вот, кстати, мне сейчас 28. Немного оправившись, Вадим пересматривает свои взгляды на жизнь, но всегда прекращает употребление стероидов и становится спокойнее. Вот у тебя инфарктов было по итогу сколько? Да, на самом-то деле один, как бы, главный, итоговый. Потом просто в результате первого инфаркта мне то ли не доглядели один сосуд, там была окклюзия фактически. Но окклюзия, когда сосуд уже закупорен наполовину. Они написали, что там 50% он закупорен, а на самом деле явно оказалось, что там 90-95%. Потому что через 2 месяца он закрылся. А когда ты правильно питаешься, когда у тебя хороший холестерин, сосуд не закроется за 2 месяца. Он, наоборот, может обратно очищаться. Короче, потом у меня закрылся, но у меня немножко упали показатели сердца. Я это условно называю вторым инфарктом. Просто у людей такое часто бывает, на самом-то деле они могут этого не знать. У них сосуды постепенно закрываются. Но они это не чувствуют, потому что пока сосуд закрывается, мозг, ой, блять, сосуды постепенно обрастают это место такими маленькими ниточками, капиллярами. Компенсация происходит в меру возможную, да? Можно ли сказать, что вообще инфаркт, который возник, это все-таки основная причина генетика, а такие элементы, как курсы, тем более не столь значительные, не столь долговременные, это просто в некотором роде ускорило чуть дебют? Да, 100% это больше генетика, а все остальное усилило. Я на самом деле думал, что это какой-то ебаный врут, формил, все говно в себя вливал. Я по сравнению с обычным бодибилдером, там, юниором, ну, вообще ни о чем. У меня были курсы, я потом отдыхал по полгода, год, то есть, ну, пептид, да, пробовал. Но реально, что забирает здоровье у бодибилдера, это сушка. Все остальное херня. Диуреечки вот от сопутствующего всего? Да. В моем случае это ускорило, потому что, что влияет на скорость формирования пляшек, это плохой холестерин, опять же, эти стероиды этому сопутствуют, потом лишний вес, это отсюда гипертония, да, давление, и сердцебиение высокое. В итоге, пусть холестерин усиленно задевается вот по сосудам, под давлением. На сегодняшний день, как заявляет Вадим в своих блогах, он счастлив, потому что реализовал все, о чем мечтал в детстве. Его проект масштабируется семимильными шагами. Живет Вадим семейной жизнью, и все у него хорошо. В США 400 тысяч долларов сейчас у нас, на месяц оборот. В России где-то 2 миллиона долларов. месяц оборот. И сейчас еще регистрируем Ирландию, для того, чтобы выйти на Евросоюз. Ну, такие пока планы. Если бы отдаленные, Бразилия, Южная Корея. Кто хочет найти старые видеодочи, их нет нигде, кроме как, как ни странно, на Одноклассниках. Там же есть и мои старые разоблачения 2016 года, с дочей и другими. Сейчас многие новосвеченные разоблачители и ТикТок-звезды заимствуют хорошо забытые у, так сказать, старой гвардии фитнес-блогеров. Форматы, названия и фишки уже давно были обкатаны нами в далекой ретроспективе. Кто-то под конец видео скажет, что раньше было по-другому. Лучше. Трава зеленее, небо голубее. Но так мыслить и жить в прошлом – саморазрушительно. Мир стремительно меняется. Меняться должны и мы. Так же быстро, ногу со временем, технологиями и модой. Вот и Вадим изменился. И как по мне, он самый успешный кочка с тех форумов, с нашего сообщества 2010-х, который добился с нуля самых больших результатов, которых еще никто даже близко не достиг. Кстати, ссылка на полное 40-минутное интервью с Вадимом Ивановым будет в описании под роликом. Там много и других интересных тем. С годами, да, там, зарабатываешь деньги, вот это все. Нет такого, что ты по сравнению с тем образцом, который ты был, там, не знаю, там, лет 12-10 назад. И сейчас уж ты с годами, вот пока зарабатываешь хорошие деньги, что ты как-то все вот так добрее, добрее, добрее становишься. Такой более сентиментальный, такой, знаешь, более, ну, даже вот зачатки меценастов, может быть. Ну, типа, я просто по себе говорю, что, знаешь, как-то, там, 20 лет, там, тебя кто-то подрежет, такой, о, блядь, давай, сейчас ты, ну, блядь, покажу, нахуй. А сейчас, типа, тебя подрезают, причем так могут нагло, знаешь, там, и не один раз, а один тоже человек такой, думаешь, ну, так вы едешь за рулем, думаешь, блядь, ну, сейчас я буду доказывать, кто прав, так, поду в ДДП, я прав, ну, это время, суды, машина уценена будет уже, время, потом этот негатив, там, на семью, ну, у тебя же энергия негативно аккумулируется, потом ты это все в семью притащишь, на переговоры, и как-то вот и так уже конфликты воспринимаешься, не потому что ты, там, прав или не прав, просто твоя задача, типа, похуй, идите нахуй, типа, да, блядь, пиздуйте, короче, езжайте там, есть такое, да, у тебя? Не, ну, это, конечно, происходит, ну, во-первых, ты, в принципе, самореализовываешься в жизни, да, тебе уже нечего доказывать, поэтому и нечего спорить, незачем понтоваться, ты просто себя чувствуешь уверенней, во-вторых, ты просто становишься умнее, потому что, да, ты увидишь, если сначала у тебя эмоция сработает, да, раньше, и ты ее реализуешь, сейчас сначала эмоция, потом ты ее поймешь, оценишь, подавишь, поймешь ее перспективы, и сделаешь уже дипломатичным образом все, получишь, ну, не этот профит, у меня стиль управления тоже людьми изменился, раньше вот агрессия, давай, репрессии там, ну, то есть красная парадигма, как в армии, постепенно я сдвинулся в Бирюзову, я вот в компании, как обычный сотрудник хожу, то есть, как бы, многие даже не знают, что я там, как владелец, все меня могут отчитать, я всех могу отчитать, нету никакой иерархии, что все сверху срут, наверное, на тех, кто снизу, и наоборот, то есть, неважно, кто ты пришел, но мы пытаемся к этому стремиться, то есть, все равно у нас в голове есть иерархия, мы пытаемся максимально сравнять, любой может обратиться друг к другому и поставить ему задачу, кто-то снизу может поставить задачу, ему сверху, будет требовать всем, чтобы тот, кто быстрее, этот руководитель страны реализовал все, чтобы вот этот товарищ, который пониже рангом, на что там зарабатывают деньги себе и компании, поэтому это во всем плюс, вообще, если честно, человечество очень сильно выиграло, и выигрывать, и чем больше у него появляется альтруизма, эгоизм вреден, альтруизм полезен, будет всегда выигрывать, есть то же самое. Кто-то из вас, если помнит всю карьеру дочи, может быть, у вас есть какие-то свои запоминающиеся эпизоды, или проекты, или какие-то локальные случаи, может быть, приколы, которые запомнились и связаны с Вадимом дочью Иваном, напишите об этом в комментариях под видео. Если понравился обзор, пиши фразу Я тут главный. Не забываем про ссылки в комментариях, а именно проект по заработку, магазин с пиздостеронами, а также в своем телеграм-канале ежедневно я раздаю 10 телеграм-премиумов случайным подписчикам. Также там есть уникальный и трэшовый контент, который уже здесь на ютубе не разместишь. А если вам срочно понадобились деньги и завалялась лишняя квартирка, можете позвонить или написать ватсап по номеру ниже и решить все свои вопросы. Даже если квартира обладает некими обремнениями, очень быстрый выход на сделку. Ну а с вами был Варгунин Дмитрий, до новых встреч, друзья!